Всем привет! На связи Вера Владимирова, сертифицированный кетокоуч и опытный кетопрактик. В этом выпуске давайте обсудим такую тему. Почему в 20-25 лет худеть проще, чем в 35-40 и так далее? Когда мы молоды, когда у нас нормальная или близкая к нормальной массе тела, когда у нас нормальный метаболизм и мы здоровы, для того, чтобы похудеть, достаточно просто начать меньше есть, например. Меньше есть, больше двигаться, как это обычно любят предложить разные фитнес-тренеры. Для того, чтобы похудеть в этом возрасте, достаточно влюбиться, например, и как-то начать менять свою жизнь, больше двигаться, опять же. То есть в молодом возрасте правило «Ешь меньше, двигайся больше» может сработать. Не у всех, но у большинства. А вот в 35-40 и более лет правило «Ешь меньше, двигайся больше» перестает работать. И, как правило, от лишнего веса очень трудно избавляться уменьшением калорийности рациона и увеличением активности. Почему так происходит? Потому что к возрасту 35-40-45 лет в организме накапливается инсулиновая нечувствительность клеток. То есть клетки тела становятся менее чувствительными к инсулину. Если мы в течение всей жизни до этого едим сахар, мы едим конфеты, мы едим крупы, макароны, хлеб, хлебобулочные изделия, картофель и так далее. Вся эта еда воздействует на организм. Организм выделяет инсулин. Для того, чтобы утилизовать лишнюю глюкозу, которая поступает с такой едой, и в течение времени формируется инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность возникает не по щелчку пальцев, а примерно за 10-13 лет. То есть средний срок развития инсулинорезистентности составляет 10-13 лет. И как раз за счет того, что со временем клетки тела теряют чувствительность к инсулину, чем старше мы становимся, тем сложнее нам сбрасывать на еденные килограммы. И если вам сейчас 35-40-45 или более лет, то практически единственным способом нормализовать свой вес, вернуть свое здоровье и остаться в этом весе неограниченно долго, это улучшить чувствительность клеток организма к инсулину. Чувствительность клеток к инсулину улучшается, когда мы исключаем из рациона сахар и крахмал. Собственно, весь мой канал как раз об этом. Можете начать с самого первого видео и закончить сегодняшним видео. И в каждом видео я говорю о том, что нужно исключить сахар, нужно исключить крахмал из своего рациона. И когда чувствительность клеток к инсулину восстанавливается, восстанавливается гормональный баланс, поскольку при лишнем весе этот гормональный баланс нарушен, при инсулино-резистентности гормональный баланс нарушен, то есть возникает еще лептино-резистентность, то есть человек не чувствует насыщения. Уровень гормона голода, грелина, находится в ненормальном уровне. То есть исключение из рациона сахара и крахмала работает как часы. Работает и для мужчин, и для женщин, и для детей, и для стариков. Физиология у нас одна, мы все одинаковы. Единственная поправка на какие-то, возможно, наследственные заболевания. Но исключение сахара и крахмала из своего рациона работает в 100% случаев. Поэтому, когда вы перепробуете множество различных низкокалорийных диет, когда вы перепробуете различные высокобелковые диеты и наберете сброшенное потом обратно, перепробуете еще сотню диет, то предлагаю вам попробовать также и низкоуглеводное, высокожировое питание, и вы увидите результат. Я этот результат вижу уже 7 лет. То есть я опустилась с верхней границы нормального веса при ИНТ 25 в середину нормального веса. И сейчас мой ИНТ составляет 23,5-24. Меня это устраивает. Я прекрасно себя чувствую. Я уже про это рассказывала в видео. История успеха. И в этой нормальной массе я нахожусь уже 7 лет. То есть размер моей одежды не меняется уже довольно долгое время. И дальше я планирую также оставаться на низкоуглеводном, высокожировом питании. И это позволит мне сохранять свой размер одежды и дальше. И вам я тоже советую перейти на низкоуглеводное, высокожировое питание. И оставаться в нем как можно дольше. Желательно навсегда. Начинающих кето жду в группе онлайн курса «Кето стройность». Ссылка в описании. Всем до новых встреч!